Всем привет! Сегодня расскажу, как смотреть видеоролики. Не только мои, а любые. Вот имеется такая шестереночка. На нее когда нажимаете, идете на качество, кволите, и вот здесь вам даны варианты качества. Ну вот, смотрите, самое низкое качество, полный экран. Практически видны только очертания. Пойдем дальше. Здесь, ну, что-то вроде бы чуть-чуть получше. На 360, ну, что-то начинает нарисовываться. На 480, ну, по крайней мере, что-то уже даже можно и прочитать. На 720 уже отчетливо можно читать, хотя не все буквы видны четко. Ну, и на 1080 это, скажем так, уже нормальное качество, при котором все видно. Поэтому я вам рекомендую, если позволяет, спрос интернета и данные вашего компьютера, пользоваться максимально возможным разрешением, ну, по крайней мере, скажем так, для просмотра моих видеороликов. Потому что я их всех делал в качестве 1080, большинство из них. Поэтому смотреть можете, как говорится, четко все. Значит, следующий пункт. Значит, под каждым моим видеороликом стоит вот такая ссылочка на мой блог. Идете на мой блог. И, значит, попадаете сюда, скажем так, на очень полезный информационный блог. Что здесь имеется? Значит, первое. Все мои последние ролики на русском языке можно посмотреть вот здесь. Я говорю только о роликах, выпущенных на русском языке. Дальше. Для тех, кто хочет по-английски, часть роликов я сделал и на английском языке. Вот они. Естественно, не столь много, но, тем не менее, как говорится, англоязычных не обошел. Ну, а кто понимает хорошо оба языка, пожалуйста, значит, все видеоролики, скажем так, в перемешку. Вот таким вот образом. Дальше. Очень часто, значит, люди скачивают у меня файли команды видео. Вот, что я его постоянно обновляю. Нажимаете на ссылочку. Оказываетесь, вот здесь. Вот, пожалуйста. Вот так вот нажимаете скачать. Вон, файлик очень небольшой. Там порядка 13 мегабайт, по-моему. Да. Качается, видите, быстро. Вот уже и просится сохраниться. Да, ради бога. Дальше. Программа Cherry3. Она, значит, может быть установлена и на Linux, и на Windows. Поэтому файлик будет работать у вас на двух системах. Там располагаются все команды. И видеоролики, которые я делал. И вообще вся информация, она обновляется. То есть у вас будет всегда хорошее справочное, скажем так, руководство. Туда можете добавлять там свои веточки, можете там убавлять. Ради бога. На данный момент имеется у меня четыре кладовочки. На Майору, на Мега, на Гугл Драйве, на Яндексе. На Майору, значит, ограничения файлов размерами двух тысяч, два гигабайта, они не позволяют закачивать. Поэтому большинство моих сборок на Майору я держать не могу. На Мега мои сборки расположены. Сборки, значит, можно скачать. Вот Linux Mint, значит, мои 64-битные сборки. Основная по ценамону. 17.2. Ну, это вообще, как говорится, классика. Стабильная, хорошая сборка. Сделал я стабильную сборку, значит, 17.3. А здесь уже, как говорится, вайн, там и балаболка, читалка для книг вслух. И беттрейдер для тех, кто занимается бетингом. То есть, сюда включены, включен установленный вайн, который позволяет запускать многие программы, которые работают только под винду. Также, вот, находятся Linux программы. Обычно люди всегда качают, вот, коночки у меня, нравится им. Вот, посмотрите, у меня здесь, вот, справа они. Все, что вы делаете, берете этот файлик, скачиваете, распаковываете, кодируете и переносите к себе скрытую папочку конки и вставляете. Перезапускаете конки менеджер, и у вас будет вот такая же коночка. Нет проблем. У меня в конках только один раздел показан, рут, остальные закомментированы. Там можете просто поменять данные, и у вас будет сразу подключаться еще там три раздела. При условиях их подключения. Ну, вот таким вот образом. Дальше, значит, Сергей Тимченко, мой, значит, скажем так, хороший знакомый из Украины, он сделал блок. На этот блок, значит, вот, осталось еще немножко там средств поднособирать, чтобы там, по-моему, за хостинг заплатить. А так уже доменное имя, значит, куплено, сделано. И скоро, значит, мы туда будем все это дело переносить. Поддержать, пожалуйста, вот, принимает российские, значит, деньги, нажимаете кнопочку саппорт. И переводить можете, значит, вот любые суммы. Это доступно, как говорится, и уже мы сможем разобраться. Также, значит, кто находится за границей, можете прямым переводом делать пожертвование на мою карточку виза. Кто может, можете перевести сразу на мой мобильный телефон. Или вот мои банковские реквизиты. То же самое, значит, пожалуйста, можете прямым делом переводить к Сергею. Все его данные у вас здесь вот так же. И платежная система у него хорошая, и вебмани есть, и вебмани. Я вебмани себе делал, просто вот я сюда, по-моему, их не включил. Не включил. Ну, наверное, здесь у меня это имеется. Ну, давайте посмотрим. Так. Да. Мой веб-кошелек вот здесь вот указан. Можете сюда опять-таки самопереводить. Почему это делается? Потому что поддержка, она всегда нужна. Значит, она помогает, значит, и сайт построить, и автора поддержит. Теперь объясню, как вы можете помочь вообще, так сказать, напрямую, не тратя ни копейки. Вот посмотрите. Возьмем любой мой видеоролик. Ну, вот я возьму сейчас самый последний. Вот посмотрите. У меня, значит, на YouTube установлен блокировщик рекламы. Вот оно. Если я его, значит, сейчас отключу, и освежу страницу. Вот видите, желтенькая такая вот штучка. Вот она, в принципе, говорит о том, что, значит, там какая-то реклама идет. Вот она. И вот если, смотрите, вот там Chromecast official site. Вот если вы идете по этой рекламе, и там поползаете, там полминутку, минутку, то, в принципе, окажете большую помощь и мне, и Сергею. Почему? Потому что я подключил на своем, значит, канале на YouTube, я подключил функцию, чтобы было возможно, значит, небольшие хотя бы деньги, ну, получать за просмотр пользователями, значит, вот этих рекламных роликов. Вроде бы как, и не напрямую вы помогаете, тем не менее, значит, какая-то там сумма скапливается, и это поможет нам быстрее построить хороший и мощный веб-сайт. И от вас требуется что? Не нужно отключать вот это вот на постоянку. Если вы любите смотреть, допустим, мои ролики, да не только мои, любые, то автору любому вы можете оказать вот такую посильную побержку. Отключили рекламу, прошли, значит, по этой ссылочке, там полминутки, минутки побывали. Вот, затем возвращаетесь обратно, включаете обратно свой блокиратор рекламы, освежаетесь. Все, у вас тут реклама больше не будет. Но если вы будете это делать хотя бы раз в день, когда заскакиваете на мой канал, то тем самым вы окажете помощь не только мне, но и Сергею, потому что мы сможем быстрее сделать хороший сайт, и, как говорится, даже, допустим, там не на год, а может быть тогда и на два, и на три года мы его это все купим, вот, все-таки будет лучше. Вот таким вот образом. Вроде бы вам это, если минутка лишняя, как говорится, для автора не жалко, то делайте вот такую процедуру. Делать это раз в день достаточно, потому что пользователи много, роликов смотрят на много людей. Ну, раз, значит, что такое блокиратор рекламы, значит, я вот вам покажу. Здесь в настройках имеется, значит, вот расширение. И вот он называется AdBlock+. Вот, если у вас его нет, то тогда вы идете вот сюда еще расширение. Вот здесь вот заводите AdBlock. И вот AdBlock+, вот хороший вот этот вот, ABP. Просто по нему, значит, щелкайте установить, он у вас установится, будет нормально работать. Значит, я это показываю, как делается на Google Chrome. На других броузерах, честно говорю, не ставил, поэтому, если у вас там Firefox или еще какой-то броузер, ну, там, посмотрите, как там это дело делается. А так, значит, вот такая бы, казалось бы, минимальная поддержка, но вполне посильная для всех и каждого. Оказалось бы, и мне, и Сергею весьма кстати для нашей будущей деятельности, потому что, ну, видеороликов надо еще сделать порядочное количество, осветить многие вопросы. Ну, и плюс, Сергей, он очень хорошо администрирует веб-сайт, который создал. Кстати, в контур этого веб-сайта, значит, вы можете посмотреть, вот, финансовый раздел, поддержка блога, мы по этому поводу делали, значит, отдельный видеоролик. И, кстати, вот этот видеоролик, давайте посмотрим. Значит, вот посмотрело его уже почти что тысяча человек. Сделан был он 13 января. Ну, естественно, значит, допустим, кулачок наверх, значит, этот вам нравится, кулачок вниз, значит, вам этот видеоролик не нравится. Вот, в принципе, и все премудрости при просмотре видеороликов на трубе. Ну, или, так говорят, YouTube, ну, по-русски многие говорят. Так что, я желаю вам пользоваться полученными знаниями, как просматривать видеоролики, как, значит, можно, не напрямую, но можно помочь полюбившемуся вам автору, то есть, просмотрев какие-то там рекламки, которые в процессе, значит, демонстрации будут. Причем, показал, как сделать это одноградно, потом снова включить к себе блокиратор рекламы и, как говорится, жить себе дальше. На следующий день зашли, ну, ту же самую операцию проделали. Отключили блокиратор, прошли по объявлению, просмотрели там его, вернулись там назад, снова включили блокиратор рекламы и работайте себе на здоровье. Вот таким вот образом. Ну, ладно, желаю вам всего наилучшего. До новых встреч.